так друзья серьезный разговор я насчитал приличное количество выпусков где я говорю в начале без света нету цвета и в новостях было и в различных обзорах да фраза конечно же истина она реально истина без хорошего света нет хорошего цвета тут спорить бесполезно но как ее перефразировать начну наверное также чего оригинальничать то действительно фраза без света нету света она должна просто намертво засесть в умы каждого кто занимается и фотосъемкой и видеосъемкой поскольку действительно правильно цветопередача достаточно мощный световой поток обеспечивает вам правильную передачу цвета и соответственно картинки и когда мы снимаем ну допустим на какие-то бюджетные лампочки по другому не скажу есть некоторые проблемы особенно для видеооператоров если фото еще можно как-то выкрутиться то нежелательные оттенки рефлексы появляются именно при съемке видео поэтому для видеооператоров качественный свет и удобные это просто must have это обязательно и немаловажный момент сбоку надпись годекс а это значит что прибор достаточно бюджетный и качественный по крайней мере лично так у меня ассоциируется это слово точнее эта компания и мы будем не просто обозревать этот прибор а в какой-то момент сравним его с дедолайт примерно аналогичным точно такого же мы не нашли но примерно схожий нашли а дедолайт ассоциируется у нас чем дорого качественно будет интересно насколько дорого качественно будет больше сильнее мощнее лучше чем бюджетный качественный выбор света сейчас становится вопросом более философским нежели техническим точечный или панельный одноцветный или с регулировкой цвета если ваша задача снимать спикеров и предметку а не освещать огромные съемочные площадки то можно обойтись и компактным вариантом коим и является годекс с 30 это легкий фокусируемый источник света для точечной подсветки и углом раскрытия светового потока от 6 до 55 градусов и мощностью 30 ватт устройство довольно компактное предметка интервью с вами садьбы рекламы и так далее это малая часть куда можно его использовать перетаскивать просто в рюкзаке и даже пару таких источников можно с собой прихватить и они не будут особо обременять по прибору все предельно просто два элемента управления сзади управляем углом светового пучка сбоку мощностью с 30 имеет три варианта источника питания цветовая температура 5600 кельвинов плюс-минус 150 кельвинов серая больше 96 тел ся также больше 96 мне в комплекте прислали два светильника и различные насадки которые я затрону в третьем блоке данного обзора а на данный момент стоит понимать что даже сам по себе без дополнительного оборудования это уже довольно гибкий вариант для творчества как в видео так и фото для начала стоит пояснить что для сравнения мы будем использовать два профессиональных прибора от компании сиконик который нам любезно предоставили в профи фм за что им огромное спасибо итак друзья сегодня наша задача не просто рассказать про эту малютку но и сравнить ее с таким титаном дедолайт дедолайт у нас ассоциируется с чем-то дорогим качественным а готов с чем-то бюджетным интересно насколько эта малютка будет уступать этой малютки и будет ли уступать во многом они очень схожи крепление похожие стойка похожи дизайн даже схож ну за некоторым исключением они также могут регулировать пучок света делать широкий узкий в общем спецификации вы сейчас видите на экране наша сдача при помощи двух измерительных приборов от компании какая компания сиконик все время забываю замерить люксы спектр цвета в общем насколько они хорошо передают свет и соответственно цвет итак вот я выставил оба прибора на одном уровне то есть передняя линза не упирает ни у одного ни другого одна и та же плоскость сзади у меня будет прибор и я замеряю на расстоянии одного метра освещенность посмотрим насколько она будет разниться сначала узкий пучок буду использовать а потом широкий пучок на каждом отдельном приборе общий свет конечно же я выключу измерения получили здоровье логичными и не слишком далеки от тех что предоставляет нам спецификация на официальных сайтах это максимальная мощность обоих приборов выключаем дедалайт сейчас у нас работает только годекс выключаем годекс а вот дедалайт еще раз дедалайт вы видите что у нас гораздо шире угол сужаем наш пучок вот это максимально узкий пучок годекс включаем дедалайт выключаем годекс и сужаем пучок дедалайт вы видите насколько он более сфокусированный насколько он уже соответственно и больше дает света в самом центре давайте включаем годекс вот годекс вот годекс а вот дедалайт и и так эти приборы как я уже сказал похожи друг на друга несколько даже по конструкции конструкция но чуть-чуть отличается дизайн отличается идеология одна и та же у них регулируется угол светового потока соответственно можно записывать и спикеров и какие-то мелкие детали то есть предметная какая-то съемка или предметная видеосъемка так что в этом плане они выполняют свою функцию на все сто процентов но здесь угол можно сделать поменьше и света здесь побольше а здесь у нас более равномерный свет ну и прибор бюджетнее поэтому каждый убирает свое но давайте теперь замерим насколько они отличаются или какой от какого прибора будет отставать по передаче цвета и принципе других параметрах которых очень важны для видеосъемки пока я тут неспешно подготавливаясь к следующему замеру хочу поблагодарить за предоставленный дедалайт рентал фото видео куб который недавно обзавелся студийным залом в котором мы сейчас и находимся просто окна удобно мне нравится итак друзья вот снова и поставил два светильника как два братана на одном уровне никто не выпирает никто вперед не лезет чтобы не было проще замерять хочу отметить еще один важный момент что на годекс гораздо длиннее провод что удобно случае с дедалайт у него такой блок не включаешь и нужно обязательно его вешать на стойку не знаю кому как мне вот такие схемы когда нужно вешать блок не очень нравится мне проще здесь все включить а про отпускай уже стелется на полу и итак мы сделали замер луча и широкого света на расстоянии 1 метр прибором сиконик l858 и посмотрели сколько люкс будет на практике а вторым прибором измерили температуру и индекс цветопередачи на самом узком пучке годекс выдал меньше значения чем заявленные немножко дедалайт же показал меньшее значение уже при широком пучке света по температуре и индексу цветопередачи прибор дедалайт в виду его старости отставал и показатели не такие эталонные и это вам на заметку потому что время не щадит никого но нас все же интересует точность годекс при замерах дедалайт хоть и выступал антагонистом но условным поскольку достать новый светильник для теста нам к сожалению не удалось будучи мы конечно постараемся сравнивать одинаковые приборы и пару слов почему нам нужно получать точные данные по температуре и цветопередачи то есть серая тил ся и все это в самокупности дает нам возможность получать корректные оттенки цвета без паразитных короплений а если вы любите глубокую постобработку то вопрос качественного исходника за счет освещения стоит особенно остро смотрите почему я говорю что эти два прибора похоже ну давайте начнем с того что очевидно зажимный элемент действует абсолютно идентично просто поднимается и убирается бок все вытаскивается также обратно вставляется здесь точно так же убирается в бок вытаскивается и вставляется но хочу сказать что у дедика да и у дедика тоже но все равно немножко все плотнее здесь тоже она не уйдет но вот этот вот треск мне не очень нравится и так друзья в этом блоке мы закончили сравнение с деда лайтом с таким явно видно что его используют часто то есть боевая такая машинка скорее всего из-за этого есть разница в сервере тил ся и поскольку не мне вам объяснять что чем чаще пользуешься с этим прибором тем есть некоторые искажения потом при длительном использовании а здесь у нас уже нулевый агрегат поэтому он априори показывает лучшие показатели показывает показатели я люблю тавтологии вы уже это поняли следующем блоке я расскажу про годекс непосредственно как его использовать как включать выключать и какие есть насадки в общем говоря переходим к следующему блоку теперь после того как мы сделали замеры и убедили что устройство добротное давайте приступим к комплектации мне предоставили целый набор насадок это и классическая сетка для более сфокусированного луча она же сотовая насадка так и насадки создающие градиентный поток света моя любимая лепестковая насадка официальное название ирисовая насадка это бесступенчатая регулировка диаметра светового пятна без движения светового элемента ну и конечно же проекционная насадка которая стала уже классикой для многих световых приборов дает возможность проецировать управляемый луч света с помощью трех вариантов линз повторюсь что здесь используются шторки повышенной регулируемости на шторках также есть возможность закрепить светофильтр в специальных зажимах ну и конечно софтбокс в комплекте тоже был куда без него а теперь главный вопрос получилось ли у годекс сделать устройство что может удовлетворить потребности и энтузиастов и профи скажу так не считая элемент фиксации который немножко шумит все остальное выполнено очень хорошо и понятно есть конечно пожелание например иметь пульт для дистанционного управления но это уже пожелание в данном же случае в одну сумку можно положить три таких прибора вместе со стойками и комбинирует различные световые схемы и повторюсь что вступление и конец ролика также снят на годекс через софтбокс так что можете оценить итак друзья на этом все все что я хотел сказать по данному прибору был и обзор и небольшое сравнение надеюсь вам было интересно я старался вот честно старался постарался заморочиться чтобы было наиболее объективно чтобы получили максимальное количество информации и понимание того подходит ли вам этот свет или не подходит насколько он хорош именно для вас ну или недостаточно хорош напоминаю что у нас есть сайт и есть соц сети vk facebook instagram рекомендую их посещать есть подписка и колокольчик и конечно же все кто помогал в данном выпуске я имею ввиду студия производители тестовых приборов которые мы сегодня использовали еще раз выражаю свою благодарность и если вас интересует где мы снимали или чем пользовались во время теста ссылочка будет в описании все до встречи в следующих видео пока